Проекты культурной направленности, представленные Ленинским районом на областном конкурсе «Наши Подмосковья», оказались в абсолютном большинстве. Одним из 43-х победителей стала Марина Орехова и её проект «Мой голос». Мы решили рассказать об этом проекте и его создательнице, и попали на ежегодное, уже четвёртое по счёту, вручение этой премии. Собрать вместе людей творческих, дать им возможность раскрыть свои способности – в этом суть всех проектов Марины Ореховой. А началось всё с создания портала с оригинальным названием «Помидор». Помидор – это большой город, в нём семечки, это мы, люди, жители. И если разорвать помидор, съесть его, то всё разлетается и всё забывается. Это как помидор, это как аккумулирующее звено, где у нас всё собрано, и всё сочно, и всё вкусно, и мы все внутри, и мы все едины. За несколько лет портал объединил десятки видновчан. Следующим шагом стал проект «Мой голос», на котором оценку творчества конкурсантам стали давать известные литераторы нашего города. Этот проект Марина Орехова посвятила памяти своего деда – поэта Альберта Федулова. Мы не ставим авторов в какие-то жёсткие рамки, понимая, что это народный конкурс, и требовать от обычного человека, который пишет стихи на домашних условиях, мы этого требования не выдвигаем, мы всегда лояльны. В члены жюри у нас Алексей Павлович Зминков, член Литош Кулёва, член Союза писателей России, и вот как бы все наши известные люди в районе, все оценивают достаточно профессионально. В этом году «Мой голос» проходит уже в четвёртый раз. Андрей Коршунов считает, организатор конкурса взял правильный курс – разбудить спящие таланты, пусть о них знают земляки. Я считаю, что все люди, в той или иной степени обладающие какими-то талантами, будь то прикладное творчество или литературное, должны им делиться. По правилам в проекте «Мой голос» можно участвовать раз в два года. Поэт и прозаик Наталья Власова в нынешнем году участвовала вне конкурса. Но её эссе под названием «Война», описывающий сегодняшние события на Украине, жюри не оставила без внимания. Для меня это имеет значение как для человека творческого. В определенной степени это оценка своего труда, во-первых. Во-вторых, сравнить своё творчество с творчеством других писателей, поэтов. Обратиться к достаточно широким массам слушателей. Как название этого конкурса «Мой голос»? Именно, надо сказать, со своей какой-то ноткой. «Мой голос» стал победителем губернаторской премии «Наша Подмосковья». Но это не единственный проект Мариной Ореховой. Не так давно в городе начал выходить журнал «Помидор Сити», который также становится популярным у творчески активных людей района. И откуда только силы на всё. Ведь помимо этого, наша героиня имеет постоянную работу. Честно сказать, я не знаю, что движет. Я не знаю, откуда эти силы. Просто один раз, взяв на себя вот это всё, оно как-то идёт уже по определённому темпу. И спасибо моей семье, которая меня поддерживает, моей маме, мужу. Потому что без них я бы ничего не смогла. Они ограничивают меня от каких-то дел и забот. И я всё успеваю. За большую общественную работу и личный вклад в развитие культурно-творческой среды Ленинского муниципального района подписал исполняющий обязанности главы Гаевский Тимур Вячеславович. С удовольствием вручаю и желаю вам больших-больших успехов и просторов. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.